Мур, привет друг, это Зверько. Ну что, хлебнем горечи изменений и радости реворков обновления 1.5.56. Напоминаю, по датам выхода Ив из скинов. Новый герой Маг Ив, Звездный Хранитель, выйдет 12 февраля. Цена, как всегда, или 599 алмазов, или 32 тысячи БО. С 14 февраля будут доступны скины на Сисю и Кармилу, фантомные графы. И каждый будет стоить 749 алмазов. Однако, есть способ купить алмазы дешевле. У спонсора нашего видео. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего Ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео. Внимательно вводишь свой игровой ID и сервер. Например, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Кстати, в паблике ВК Кодошоп будет проходить алмазный конкурс до 17 февраля. Будет выбрано аж 5 победителей. Успей поучаствовать. Ссылка на группу будет в описании. А теперь возвращаемся к ролику. На тестовые добавили нового прикольного танка по имени Глу. Обзор на него я сделал буквально позавчера. Ссылки на обзор Глу и Беатрис я оставлю в прикрепленном комментарии. У девчонки убрали вампиризм с навыков. Теперь это адекватно вампиризм с автоатак. При том, что с ульты вампирицы как с автоатаки. И это правильно. Потому что это, грубо говоря, вторая форма атаки. А вот криты не завезли. Их нет. А жаль. По-моему, это бы расширило варианты сборок для Беатрис. Также у нее передвинули кнопку смены оружия ближе к левому стику. Пистолеты Нибиру. Немного уменьшили их скорострельность. Но в убойности они ничуть не потеряли. Ульту немного усилили. Винтовка Реннер. Ульта теперь быстрее прицеливается. Ее наконец-то не колбасит так дико. Также немного добавили урон. Гранатомет Беннет и дробовик Вескер тоже получили усиление ульты. Все меньше надежды на введение критов. Аргус. Обзавелся главным слухом. Внимание, рубрика «Непроверенная информация». Возможно, будет коллаборация со Звездными Войнами. И Аргус будет Дарт Вейдером. Однако, я не понаслышке знаю, что Дисней держится за авторские хватки Бульдога. Так что, наверное, права будут куплены. Поживем, увидим. Пассивка. Подняли урон первых двух заряженных атак. С 60 до 100% сразу. Ульта. Уменьшили время перезарядки на 10 секунд. Бэйн. Второй навык. Увеличили исцеление на 2%. Уменьшили магический бонус на 40%. И немного увеличили базовый урон. Бартс. Пассивка. Увеличили хп бонус к урону заряженной атаки. С 2% до 3%. Первый навык. Также увеличили бонус к урону от хп Бартса. Было 6%, будет 7%. Вот такой небольшой ап. Джонсон. Тут разработчики отмечают, что покатушки на Джонсоне улучшились. И им стало легче пользоваться. А значит, надо позволить жертвам уворачиваться от едущего Джонсона. Теперь, кроме звука сигнала, Джонсон будет отображаться на карте. Не очень логичное решение, на мой взгляд. Это практически сломает фишку Джонсона, элемент неожиданности. Первый навык. Раскачанный в область. Уменьшили перезарядку с 4 до 3 секунд. Второй навык. Уменьшили магический бонус для основного торнадо. Со 120% до 80%. Второй навык. Выкачанный в урон. Магический бонус ветерков увеличили на 10%. Но что я могу сказать? Скиллбилд навыков, которые я показал в гайде, будет от этого только сильнее. Дариус. О, разработчики о нем вспомнили. Немного увеличили хп реген от кругового удара. Сильвана. Разработчики решили, что слишком сильно усилили ее в 1.5.54. И теперь балансят. Пассивка. Магический бонус к базовым атакам уменьшен на 15%. Ванван. Первому навыку добавили урона. Ульта. Добавили какой-то маркер или иконку, чтобы игрокам было проще заметить момент, когда Ванван может применить ульту. Не совсем понимаю, о чем речь. Напиши в комментариях, если знаешь. Броуди. Второй навык. Во время действия навыка нельзя применять автоатаки. Ульта. Увеличили урон. Было 300, 540. Будет 340, 580. Особых изменений в темпе стрельбы я не вижу. Ли Сун Син. Пассивка. Увеличили урон первого и второго заряженного удара. Бенедетта. Слегка увеличили урон, чтобы компенсировать снижение мобильности, о которых говорили в 1.5.54. Ульта. Увеличили урон. Было 100, 140. Будет 120, 160. Пополь и Купа. Третий навык. Ловушки при срабатывании будут подсвечивать врага. Вот давно пора. Я еще на обзоре говорил, что так должно быть. Гассен. Исправили баг, когда он мог пассивкой лечиться от башен. Альфа. Уже и так похож на бешеный пулемет с мизерным временем перезарядки навыков. Теперь вдобавок ульте сокращают КД. Было 20-12 секунд. Будет 16-10 секунд. Зачем? Не очень понятно. У Альфы проблема в медленной анимации навыков и низком уроне до полной сборки. Я бы ему просто увеличил урон для начала. И подкрутил меткость Бетти. Эсмеральда. Ульта. Немного уменьшили время обездвиживания. До 1 секунды ровно. На карте еще одно спорное изменение. Каменный цветок после смерти оставляет бродячий вард на своем пути. Который будет подсвечивать территорию. На мой взгляд, в ML карта маленькая. Динамика высокая. И нет труда запомнить, кто где светился. Поэтому лично я считаю, варты нам не нужны. Ну, на этом все. Если понравилось видео, подпишись. Или переподпишись, если этого еще не делал. Ну что, пойдем щупать Ив. Пока, друг. Субтитры сделал DimaTorzok